Главным подарком стала песня. Она и в годы войны помогала, и до сих пор радует сердца. ПЕСНЯ Большинство мероприятий, которые проводятся в этом году, посвящены 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Поэтому ветеранов поздравляют и вручают юбилейные награды. Они получают медали к 70-летию победы. Это участники войны, это жители плакатного Ленинграда, это ветераны войны. Юбилейную медаль и памятный подарок вручили и Лидии Васильевне Новиковой. В связи с 90-летним юбилеем она в этом году получила президентскую поздравительную открытку. Такой же конверт с поздравлениями, но полтора года назад получила и Вера Гавриловна Румянцева. В июне 1942 года по комсомольской путевке она была призвана на службу в Приморский край. Совсем юная, сразу после окончания школы, была связистом в составе истребительного авиационного полка при разгроме японских войск. Аэродром, секретно же был, аэродром Успенко, недалеко от Уссури и 400 километров от Северной Кореи эта граница была. Была всего одна казарма, а называлось село Голубовка. И сами мы себе казарму построили, аэродром строили и вот все время я там провоевала. Каждая медаль – это вот такая маленькая история большой войны. Всего же в Центральном районе Сочи юбилейными медалями будет награждено 1600 человек. Сегодня награды получали в основном женщины-ветераны накануне весеннего праздника 8 марта. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.